Небольшая с виду установка с несколько угрожающим названием. Атомно-абсорбционный спектрометр. Прибор, который позволяет обнаружить, содержит ли продукт или биосреда тяжелые металлы. Причем умное устройство распознает даже следы микроэлементов. Настолько высока его точность. Сейчас мы попытаемся проанализировать на ЦИНК нашу пробу. Он поменял, соответственно, выбрал нужную лампу для этого. И дальше она немножко должна подготовиться. То есть какое-то время необходимо подождать, чтобы лампа вышла в рабочий режим. Это несколько минут, после чего происходит подготовка непосредственно камеры, где происходит сгорание. Затем идет забор пробы, ее анализ минут 15-20 и результат исследования на экране монитора. Одновременно прибор может проводить химический анализ на содержание шести элементов. ЦИНКа, никеля, меди и других металлов. Ученые анализируют данные, чтобы понять, как и почему происходит их процесс накопления или наоборот потери. В какой концентрации они могут быть полезны, а в какой уже вредны. В качестве пробы сегодня водные вытяжки из биогумуса, полученного с использованием червяков и улиток. Есть еще пробы, которые отличаются характером питания. То есть мы одних кормили только фруктами, других кормили только овощами, а третья партия получала смешанное питание. Причем наше отечественное, что называется. Такие спектрометры есть в лабораториях большинства уважающихся промышленных компаний. С вузами, правда, сложнее. Прибор стоит 3 миллиона рублей и не каждое учебное заведение может себе его позволить. Но политех теперь в числе счастливчиков и отныне здесь будут проводить научно-прикладные исследования. К примеру, с пользой для экологии сегодня анализируют донные отложения алтайских водоемов. Нам очень важно понимать, а какое содержание их естественное, а то содержание, которое отличается от естественного, чем оно обусловлено. Либо это человек сбрасывает какие-то сточные воды, либо это может быть какой-то другой вид воздействия. Тут очень сложно можно предполагать механизмов, но суть-то одна заключается в том, что нам необходимо точно измерить, сколько этих элементов находится в одном объекте, сколько их в другом объекте, и после этого делать какие-то выводы. Спектр применения прибора, говорят ученые, довольно широкий. Помимо экологии, содержание металлов важно знать в сфере биотехнологий, химии и пищевой промышленности. Так, для последней спектрометр легко определит, отвечает или нет продукция необходимым ГОСТом.